Братцы, братцы, спасибо огромное! Сегодня передаю именно вам за то, что поддержали контент рублём вне стримов. Ещё раз гигантское спасибо. И, друзья, напоминаю, если есть желание вне стримов поддержать мой канал, то ссылочка есть в описании. Стараюсь добавлять по мере возможного всех вас в следующие же видосы. Приступаем к основной части ролика. Ух, дай мне сил, господи. Итак, сегодня мы с вами находимся в GTA San Andreas и сегодня мы смотрим на модификацию под названием GTA Stars and Stripes. Давайте сразу начну новую игру, чтобы без промедления, вы видите, да, внизу слева, Stars and Stripes написано. Я думаю, что три месяца назад, возможно... Эй! Накрашнулась! Я только что её проверял! Перед записью всё работало! Ну, алло! Oh, Francis International Airport. В общем, давайте по порядку, да, друзья? По порядку сначала разберёмся с лайками. Пожалуйста, не забывайте их ставить, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно. Ну и, соответственно, давайте немного возвращаться к глобальным модификациям. Итак, дорогие друзья, что такое Stars and Stripes? Где-то месяца три-четыре назад, когда я ещё находился далеко-далеко на лечении, которое продолжалось два месяца, вышел, как мне кажется, самый крупнейший мод в GTA San Andreas 2023 года. Так как действие происходит в США, и так как вы, ну, в принципе, там, либо в превьюхе, либо в названии ролика, я это отмечу, да, вы, наверное, уже всё поняли. Короче, энтузиасты решили добавить... А давайте я вам просто покажу. Всю карту Америки в одной... В одной GTA San Andreas. Да, как бы, вот, как бы, что это всё, да? Чтобы вы понимали масштабы, Лос-Антос, вот тут у нас находится Сан-Фьерро, и вот тут у нас находится Лас-Вентурас. Вся остальная часть карты, она представляет собой уже новые регионы, и то, как видите, они подгружаются даже весьма медленно. То есть, хочешь ты этого или нет, да, занимает это не так уж и мало по времени. Ситуация также такова, что помимо того, что здесь была добавлена вся карта Америки, можно даже покупать новую недвижимость. Так как это у нас с вами обзор, давайте я, наверное, да, через Хисаямчик, допустим, куплю вот эту проперси. Правда, есть одно но. Да, оно приносит деньги. То есть, карта Америки также построена на, знаешь, системе, короче, полного капитализма. То есть, ты покупаешь себе кучу недвижки в Лос-Антосе, и у тебя фармятся деньги. При этом потом ты можешь отправиться в новый регион и купить что-то там. И, короче, наладить бизнес буквально по всей США. Короче, мод превращает CJ в самого настоящего бизнесмена. Мод на данный момент находится на версии 1.2, которую я установил. Кстати, сразу скажу, для того, чтобы поиграть в Stars and Stripes, вам, короче, понадобится версия GTA San Andreas специальная. То есть, у меня, допустим, Steam-версия. Я её даунгрейднул перед началом съёмки, и потом уже распаковал все файлы. Если вам интересно, то да, основной сюжет здесь не поменялся. Во всяком случае, в этом снапшоте 1.2. А, кстати, ещё эту модификацию не рекомендовали ставить с какими-то модами, и в целом с клеобиблиотекой, потому что будут краши. То есть, всё, что здесь нужно, особенно для визуала, всё присутствует уже внутри самой модификации. Я, кстати, не зря упомянул такой момент, что здесь присутствует основная сюжетка, потому что в описании к моду было написано, что ребята хотят добавить свои дополнительные задания и свою уникальную оригинальную сюжетную линию. Но, как вы понимаете, если карту они уже хотя бы плюс-минус смогли перенести, я просто представляю, сколько времени, в принципе, уйдёт на создание полноценной сюжетной линии про СиДжея. Ну и, короче говоря, в принципе, основной регион, по которому я сейчас решил покататься, не представляет из себя ничего ценного для этой модификации. То есть, кроме новых недвижимости, я здесь, в принципе, ничего для себя не нашёл. Поэтому давайте эту миссию я сейчас попробую закончить, а потом мы с вами попробуем, ну, хотя бы, если не все регионы, то часть поисследовать. Кстати, только сейчас обратил внимание, что даже тот же стадион можно спокойно купить. И, если честно, первый вопрос у меня появился такой. Я не знаю, в какую сторону, в принципе, ехать это всё исследовать. Давайте попробуем, наверное, сюда. И сейчас я активировал чит-код на летающие тачки, потому что с ними это всё будет делать гораздо быстрее, или, например, на джетпаке буду летать. Кстати, хочу ещё отметить, что у модификаций по стандарту выстроен 60 фпс. Насколько я помню, для стандреса, на самом деле, это довольно плохо. 60 кадров. Но, если авторы, ну, может быть, тестировали это всё, тогда проблем, конечно же, нет. Ага. А вот и наткнулся Пектер на первый баг. То есть, подожди, эта часть, она недоступна? Я, то есть, совершенно не в ту сторону полетел? Погоди. А если они добавили всю карту, то... Погоди, ну, какая-то часть же, она должна быть доступна, правильно? Ну, короче говоря, здесь должен, вообще-то, присутствовать мост, который переводит тебя на ту сторону. Но, вау. Итак, потихоньку исследуя эту модификацию, я понял одну очень интересную вещь. Скорее всего, карта всё-таки была отгружена полностью именно в само GTA St. Потому что, посмотрите, я нашёл слегка иной регион, который есть близ Лас-Вентураса. А это значит, что где-то здесь, да, должна простираться дорога уже, видимо, до той самой локации, ну, которая плюс-минус, наверное, здесь доделана, да? Сразу говорю, всех штатов США, конечно же, я не перечисляю. Максимум могу сказать, что он где-то Аляск там находится, да, сверху. Возможно, где горы заснеженные были. Ну, и технически, если у вас появится вопрос, как они вообще на этом рендервере... Рендервере же, да, она вышла? Блин, сейчас обосрусь ведь. Ну, короче, да, как они собрались это всё уместить? А, всё очень просто. Мне кажется, здесь действует просто схема отгрузки и прогрузки, да? То есть, соответственно, всё построено на карле. Как видите, да, даже дальность прорисовки здесь относительно минимальная. Вот, поэтому подъезжаете к определённому месту, подгружается лока, и всё хорошо. Да, то есть, вот эта часть, она, ну да, плюс-минус готова. Кстати, ещё раз напомню, если я этот кусок не вырезал. Здесь, к сожалению, нельзя вводить чит-код на джетпак. Так, то есть, на летающей тачке можно, на джетпаке нет. А, здесь чип на джетпак ещё и не работает. Жесть. А, также хочу отметить, что... Так, мы сейчас с вами вообще где находимся? Тьера Рабада. Это, короче, какой-то городок близ Лас-Вентуреса. Вот Лас-Вентурес, вот мы сами едем наверх. Вот, кстати, Аляска, наверное. Что-то типа того. Короче, нету никакого трафика. Я понимаю, эта версия пока 1.2. То есть, тут ещё, как бы, карту надо добавлять, да? Но, видите, трафика здесь пока нет. Напоминает какие-то старые модификации, но самое интересное, чтобы они в бан не отправились. У меня был отдельный видос про карты, которые именно рассчитали на глобальность в серии GTA. И вот самый такой близкий проект сейчас к 23-му году. Но да, лишь бы он не пошёл под петлю Take-Two. Ну и большинство своём тут для исследования. Как видите, региона тоже места пока маловато. Потому что, да, края карты появляются внезапно. Если, соответственно, упадёшь, тебя спасёт только чит-код на летающей тачке. И то, если тебе повезёт. Да, если ты в воду не упадёшь, конечно же. Ну, в принципе, как-то так, дамы и господа. То есть, вот по такому обрыву, да, мы с вами прокатились. Ну, что-то хоть посмотрели, и на том спасибо. Не, ну, пацаны, это достаточно интересная задумка поставить растительность на воздух. Но я, честно говоря, в такой момент думал, что здесь будет хоть какая-то земля. А, кстати, вот она. И на карте мы находимся примерно вот как раз в районе заснеженных гор. И приземлиться можно только в этом поле. Аккуратно, Карл. Ну и, соответственно, в этой части карты у нас, в принципе, уже всё понятно. То есть, как видите, она вроде была сделана отчасти, но туда далеко уже смысла ехать, в принципе, никакого нет. Технически здесь я тоже проверял. То есть, тут то же самое. Границ много. Попробуем полететь сюда. А вот что-то и выйдет. Кстати, подожди-ка. Наверное, в тех местах, где доступна недвижимость, есть какой-то регион. Давайте вот сюда попробуем. Я вижу горизонт, дорогие друзья! Наконец-то! Я нашёл локацию, которая готова в этой игре, потому что, как видимо, трафик появился. И, наверное, так надо было, кстати, изначально сделать. Да, действительно. То есть, где доступны маркеры какие-либо, значит, локация полностью готова. Вот, пожалуйста, вам типичный городок. Похоже на этот... На Хэддонфилд. Из этого Хэллоуина, короче, первого. Вот это сравнение. Ну, короче, кто узнал штат, молодец. Ну, смотрите. Во-первых, конечно же, недвига. 60 стоит. Это понятно. Кстати, интересно... Не, месси, наверное, не работают, потому что здесь даже пешеходов нет. То есть, только трафик именно сам. И, естественно, в такие места чаще всего, наверное, зайти уже никак не получится. Поэтому у меня такой вопрос. А будут ли действовать вообще сохранения в том или ином регионе? То есть, если ты покупаешь недвигу, или даже не недвигу, а именно сейфпоинт. Убежище Карла. Будет ли оно работать? Что-то пока вопросов у меня больше, чем ответов. И технически, получается, в этом регионе присутствуют всего лишь два здания. Кстати, чтобы вы понимали, единственное еще место... Ну, ладно, давайте сейчас заценим, что тут можно купить. Единственное место, кроме этого, где доступна недвижимость... Вот я сейчас по карте посмотрел. Это, короче, регион, который у меня сейчас маркером красным отмечили. Тридцатку стоит. Какой-то тоже магазин, но... А, Dog on Hot Dogs. У них, кстати, кастомные значки, хочу отметить. То есть, чуваки хорошо так позаботились об всех этих бизнесах, интерьерах и так далее. Деньги уже можно забирать. Только не уверен, сколько они дают. Но я думаю, это и так понятно. В общем, высчитывается это все методом тыка, я бы сказал. И опять же, пока ездил по... А, какой ездил по региону? Я, в принципе, уже прибыл на нужное место. Вот, смотри, какой-то заброшенный поселок, короче, где можно купить единственное здание технику во всей Америке. Вот. Ну, короче говоря, друзья, вот и мы. Трафик здесь, как вы видите, полностью нарушен в плане передвижения. То есть, чувакам просто не хватает места от слова совсем. 172 320. Что? А, подожди. Так у меня... Так у меня есть деньги, алло. Может, там 2 миллиона имелось в виду? А, это, наверное, миллион имелось в виду. Хотя, вроде, 6 цифр было, да? Я же не такой слепой, ну окей. То есть, да, для каких-то недвиг понадобятся вообще миллионы. Как вы понимаете, в сюжетной линии их накопить, это вообще не вариант. То есть, ну, в теории, просто прохождение рассчитанное на очень много часов. Но, будем честны, мне кажется, в Stars and Stripes будет не так много людей, которые этим всем заинтересуются. Простите? А я только сейчас обратил внимание, а как это было? Вот этот кусок я вам точно вставлю. Можно будет, короче, кататься по штату вместе со своим кентом. Ну и, конечно же, несмотря на все, мы можем проверить с вами миссии. И да, как я и говорил, миссии, к сожалению, недоступны с привязкой к тому или иному региону. Кстати, хочу еще также отметить, что полиция на меня не сагрилась. Потому что, скорее всего, я сделал это все на нейтральной территории. Поэтому такие дела. Ну что, друзья, я даже не знаю, что еще вам сказать. К тому, что вот регионы я проверил, на которых недвига была. Купил, показал все, что надо было. Показал, в каком сейчас состоянии находится мод. Показал, что, в принципе, он делается. Но, мне кажется, без дополнительного контента, типа миссий каких-то, да, может быть, уникального оружия, может быть, уникальной одежды какой-нибудь и так далее, модификация пока сыровата. Но карта, как говорится, по размеру будет просто великолепной. В особенности, наверное, ее заценят как раз-таки люди, которые проживают в США. Модификация делается, наверное, в основном для них. Ну и будем потихоньку закругляться. В общем, пишите, что думаете в комментариях по поводу этой штуки. Есть ли у нее будущее вообще. И ссылочка будет в описании. На Nexus я ее скачивал. Не забудьте сделать даунгрейд до версии 1.0. Все файлы также есть на Nexus. Если вам при установке напишут, типа, не хотите ли вы установить там даунгрейдер для GTA San Andreas. Или если у вас есть полноценная версия, то, естественно, можете на нее сразу все ставить. С вами был Спектр. Спасибо, что посмотрели обзор на GTA Stars and Stripes. Вся карта Америки в одной GTA San Andreas. Полноценная карта Америки. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Посмотрите другие ролики по GTA, которые выходили на моем канале. Ну и услышимся. Всем удачи. Не болейте. Пока-пока.